Продолжение следует... 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 Аминь. 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 Боже, Господь, на главу Твою венец от камень и дрони. Живота просил и святаться и долготурней. Всегда ныне и присло и вовеки веку. Аминь. Господь, Господь, на главу Твою веку. По стану поборемся. Так, когда просветится свет Твой предчеловеки, Как когда видят добрые дела Твоя, И прославят Отца нашего, И же есть на небесе. Всегда ныне и присло и вовеки веку. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресне, и во веки веков. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресне, и во веки веков. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресне, и во веки веков. Возьмите врата князя ваши и возьмите все врата вечные в ниге Царь Славы. Возьмите врата князя ваши и возьмите все врата вечные в ниге Царь Славы. Возьмите врата князя ваши и возьмите все врата вечные в ниге Царь Славы. Возьмите врата князя ваши и возьмите все врата вечные в ниге Царь Славы. Возьмите в лесе нашего, и же уба храм твой Иуды Христа твоего, сиквальным апостолом Павлом миновать исподобил. Утверди его до скончания века непоколебимой и прославленным тебе. Исподоби нас в нем, хвалы и словословия не зазорно приносите славе Твоей и ненародному Твоему Сыну, Господу нашему, Иисусу Христу и Святому Твоему Духу. В разуме и всяком чувстве поклоняющимся Тебе во страсте Твоем, божественных щедрот достойным показательства, и благоприятным Твоей благости быть и мольбам всем, о нас и всех людях Твоих, неизреченному Твоему благоутробию приносимым, молитвами причистой, владычице нашей Богородице и пристой Девы Марии, яко святы си Божи наши и на святых мученицах почивай же, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пристной, и вовеки веков. Аминь. Мир всех. Аминь. Аминь, Ваши, Господи, вы преклоните. Аминь. Аминь. Яко подавай тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пристной, и вовеки веков. Аминь. 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 Господи, побери и твой. Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Баки, баки, преклонцы колена, Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи помилуй, Баки, помилуй. Господи Божий наш, Иже твое единым словом создавый, И в Твое же быть и приведый, Незреченными же образы различной силы Красивый и женатносимый Дух собравый, И солнечный си свет нанью излиявый. В основном обновлении я, Ижеугоднику Твоему поисею вдохнув И хвалу некую изрядну, Приложи добрейшему Твоему созданию ищи, Види Тебе свет, яко добрый, Небно рещи сей, Его живым и видящие светлейшиеся солнца, Обновляющий на всякий тварь. Те истинного днеса славим солнце, И свет Твои излеченный, И с сыном Твоим нам заповедуй, Обновистися нашему истязну, Святым Твоим Духом, Яко подару им праведным высияти, Яко солнцу. Тебе молимся и Тебя просим, Отца Слова Господа, Бога нашего, Призри милостивным Твоим Богом На грешные и недостойные рабы Твоя, Прибывающие всем в дому непоподобном Вселенной о похвале, Неизреченные жертвенницы истинные Неизреченные Твои славы, И не спасли Пресвятаго Твоего Духа на нас, И на наследие Твое, И по Божественному Давиду Обнови в сердцах наших Дух правый, И Духом Владычным утверди нас, Даруй же нам единомыслие и мир, Сотворшим же здание сие, Храма освящения, По любви к Тебе Богу тщательно, Оставление согрешений подашь, Даруй им я же к спасению прошения, Воздвигни к их деланию заповедей Твоих, Даруй им обновление дара, Святаго Твоего Духа, Да неосужденно поклонятся Тебе Единому и истинному Богу, Его же послал Иисусу Христу, Молитвами Богородицы, Святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, И святые мученицы Софии, И всех святых Твоих. Аминь! Заступи, спаси, помилуй, восстави, И сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Своей помилой. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычеству нашу Богородицу И Престу на Деву вори, Со всеми святыми поминувши, Сами семьи друг друга, И весь живот наш Христу Богу предадим. Песня, Господи! Яко святки все Божии наши, На святых по Тебе пострадавших, Честных мученицах почиваешьи, И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и приискно и во веки веку. Аминь! Помилуй нас, Боже, По велице милости Твоей, Воленьтесь, услыши, Помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! О великом Господине и Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, О преосвященных, Метрополитик, Архиепископик и епископик, И делят руки, И ежа с ним священницей К и дьяконе, Господу помолимся! Господи, помилуй! 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 Господи, помилуй вас, 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 Господи, помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Яко милостиви человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веково. Господу помолим сердцем сеть, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимся всем всем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Примудрость и Святая Богородица, спаси нас! Примудрость и Святая Богородица, спаси нас! Святей Человеков благослови! Господи смертвой Христос, истинный Бог наш, молитвами предчистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых апостолов, Прохора, Никанора, Тимона и Парфена, и святые мученицы Софии, святых и праведных Бога Отец, и Аким, и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яку благ и человека любит. Песня. 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 Обитель сия и всем православным христианам Многое лето Царю небесную, утешителю души истинной, живи с детства и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселись в ней, очисти на всякие скверные, спаси блажь и души наши. Слава Вышней Богу и на земле мир, человек и благоволение. Господи, усне наши отверстишь и уста наши возвестят в полу Твою. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и вовеки веков. Да исправен Господь стопы Ваши, да поменят Вас Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Благослови, святейший владыко. Благословено царство отца и сына и святого духа, ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помирь. Ассоциатива, святейший владыко. Аминь. 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 Восвятим в храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, Ходящей к лоне Господу помолимся. Господи, помни. О Великом Господине и Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, О Преосвященных Митрополитик, Архиепископик и Епископик, Честне Презвительстве во Христе Диаконстве, О Всем Причты и Людив, Господу помолимся. Господи, помни. О Всечестней Матери Нашей, Умени Маргарите, Съеже во Христе, Сестрами Святые Обители Сия, Господу помолимся. Господи, помни. О Богохранимей стране нашей, Властей и воинствия, Господу помолимся. Господи, помни. О Святей Обители Сей, В Первом Престольном Граде Нашем и Всяком Граде Стране, Неверою живущих в них, Господу помолимся. Господи, помни. О Благорастворении воздуха во изобилии плодов земных И временях мирных, Господу помолимся. Господи, помни. О плавающих, путешествующих, Недугающих, страждущих, Плененных и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помни. Вы избавитесь нам от всякие спорды, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помни. Заслупи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помни. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, Владычицу нашу Богородицу и Преснотеву Марию, Со всеми святыми помянувши, Сами себе и друг друга, И весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подавает себе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и присно, и вовеки веков. Благослови Душа моя, Господа, Благослови Дюше моя, Господа, Благослови Душа моя, Господа, И все внутреннее мое, и весь святой. Благослови Душа моя, Господа, ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Себо отныне ублажат мя сироти. Величит душа моя, Господа, И воскрадусь, а тут моя воде, А вот я слава, все твое. Величит душа моя, Господа, И воскрадусь, а тут моя воде, А вот я слава, все твое. Дай мудрость. Велипись и послания святого апостола Павла, Чтение он мим. Братья, сие да мудрствуется вас, Ежа в Христе Иисусе, Ижа в образе Божесы, Не восхищением не пчела, Быти равен Богу. Но себе умалил, Зрак раба приим, В подобии человечествем быв, И образом обретися, Я тоже человек. Смирил себе, Послужлив быть даже до смерти, Смерти же крестные, Тем же и Бог его превознесе, И дарова ему имя, Еже паче, Всякого имени. Да, о имени Иисусове, Всякого колена поклониться, Небесных и земных, И преисподних, И всяк язык исповесть, Я, ко Господь, Иисус Христос, Славу Бога, Отца, Аминь, И докове Твоему, Аллилуйя, 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 Слыши и виждь, И преклони ухо Твое, Аллилуйя, 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 И пцу Твоему, О, молятся богати люди, Пусти. Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 во веки веков. Аминь. Помолитесь оглашений Господи. Господи, моли. Верни оглашены. Помолимся до Господь повеледы. Относит их слов истины. Открытым Евангелия правды. Соединит их святей своей соборней и апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, твоею благодатью. В оглашении главы ваших Господи вы преклонитесь. Всем Господи. Песня. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Монахини нашей обители, проявив невероятное мужество, они смогли предотвратить это бедствие. Они вовремя затушили фитили на пороховых бочках и чем таким образом спасли этот великий храм от разрушения. 30 лет назад уже здесь снова возобновилась монашеская жизнь. Сестры ежедневно молятся при Святой Богородице, свершают ей молебные пения, призывая Божию Матерь в помощь себе и в утешение. Смоленская икона является одной из святынь нашего монастыря, и она есть украшение этого древнего храма. Но мы еще почитаем также и святых покровителей этого места, этой обители, преподобную Елену I Игумению Новодевичью монастыря от самого его начала, еще в XVI веке, и наших новомучеников, пресвитера Сергия Лебедева и пятерых, насельниц, сестер этой обители. А сегодня у нас сугубое торжество и сугубый праздник, потому что мы празднуем Иверской иконе Пресвятой Богородицы, которая является также одним из сокровищ духовных нашей обители. История ее тоже достаточно древняя. В XVII веке, в середине этого века, на святой горе Афон, был написан этот чудотворный впоследствии образ и преподнесен в дар царю Алексею Михайловичу. Это случилось в 1648 году, а уже через 6 лет Иверский образ Пресвятой Богородицы покрыл себя ратной славой, находясь в полках русского воинства, которые разгромили польских интервентов под Смоленском. С тех пор икона пребывает в нашем монастыре. За эти века она собирала сюда множество паломников и богомольцев. Но в прошлом веке, буквально 100 лет назад, богоборческие власти, закрывая Новодевичий монастырь, забрали и икону Иверскую чудотворную. По счастью, она осталась цела и пребывала долгие-долгие годы в запасниках исторического музея. И вот уже на нашей памяти в 2012 году, в мае месяце, 6 мая, в день Святого Георгия Победоносца, совершилось возвращение чудотворной Иверской иконы в Новодевичий монастырь. Это было великое и грандиозное событие, участниками которого был президент наш Владимир Владимирович Путин и святейший патриарх Кирилл. Здесь было великое торжество. Здесь, в Смоленском соборе, перед этим образом, совершались молебны. Здесь было огромное стечение народа, богомольцев. И с этого момента икона неразлучно пребывает с нами в нашей драгоценной обители. Конечно, нельзя не сказать еще и о том, что Иверская икона Пресвятой Богородицы является одной из хранительниц стольного града Москвы. Мы знаем, что возле кремлевских стен находится древняя, не так давно воссозданная после разрушения, Иверская часовня, в которой совершаются перед иконой Пресвятой Богородицы ежедневные богослужения. Мы знаем еще о чудотворном образе Иверской иконы в Воскресенском храме в Сокольниках и многие другие храмы, в том числе и в Москве, располагают списками с этой великой древней чудотворной иконы. Сегодня мы с особенной радостью, с особенным торжеством и волнением переживаем празднование Иверской иконы. Мы ждали этого дня очень долго. В течение многих лет реставрации здесь, в этом храме, не могли совершаться богослужения. И вот этот день великий и торжественный наступает, настал уже, и мы все сегодня приглашены для этого торжества разделить эту общую радость. Мы молимся Пресвятой Богородице, которая есть ходатайца наша пред Богом и заступница о нас, грешных и немощных. И мы призываем Пресвятую Богородицу во всех наших радостях, во всех наших бедах и скорбях, взывая ей, Пресвятая Богородице, помогай нам, Пресвятая Богородице, спаси нас. Аминь. С праздником, дорогие братья и сестры! Со страхом Божиим и верою в Преступитель! Богородице, Господи, Господи! Богородице, Господи! Воспаление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. В вечере Твоя тайна и днесь! Сыне Божий, причастниками прийми, не по врагам Твоему тайну повем, не лапзани, святом реку Иуда, но и ку разбойник исповедуется, помяни мя Господи во Царствие Твоем. Да не в суд или в осуждение быть не в причине святых Твоих Таин Господи, но в исцелении души и тела, причастия тех, кто готовился к Таинству, святому Тагу, причастия. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Дима Торзok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прости, приимже, божественных, святых, причистых, бессмертных, Небесных и животворящих страшных христовых тайн Достойно благодарим Господа Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью День весь совершен, свят, мирен и безгрешен Спросивши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим Господни, Господи, с Его священие наше, и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков Аминь За миром и за этим. По имени Господи, Господу помолимся. Благословляй, благословяйся Тебя, Господи, освященная Тебя, уповающая, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твое сохрани, освети любящий благолепие Дома Твоего. Ты тех воспрослави Божественную Твоей силы, не оставив нас уповающих на Тя. Мир, мир, в Твоему даруй, Церковь Твоим священникам, воинствуй всем людям Твоим. Я, как всякое даяние благо, их всяк дар совершен, свыше есть, сходяя Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пристно и во веки веков. Благословение Господне на Вас, Дого благодати и человеколюбие. Всегда и ныне и пристно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пристно и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святкище воды, поблагослови. Христос, истинный Бог наш, молитвен при чистой своей матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, и жилстых отца нашего Иоанна, архиепеста Константина, града Золотого Стого, святого мученика Карпа и епископа Феотирского, папилы Диакона, мученика Гафадора, мученица Гафоники, святых апостолов, семидесяти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, святой мучениц Софии, святых и праведных Бога Отец, Виким и Анны, и всех святых, помилуй, ты спасет нас, яко благо человеку любец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Примите от сестер Новодевичьего монастыря в этот памятный день Петровскую икону Божией Матери и сестры Новодевичьего монастыря я ваше святейшество мы все просим ваших первосвятительских молитв о нас потому что впереди еще большая работа потому что вы ваше святейшество подписали очень большую насыщенную программу празднования юбилея которая включает и 2024 и 2025 годы благодарим вас ваше святейшество ваше высокопреосвященство и пресвященство глубокочтимая матушка дорогие отцы, братья и сестры я благодарю вас матушка за добрые слова благодарю и за все то что происходит сегодня в этой исторической обители за ее благоукрашение за ведение правильно и с точки зрения канонов и церковной дисциплины и благочестия жизни обители ну и конечно благодарю всех паломников, прихожан которые не оставляют это святое место но здесь находят свое утешение вот тот юбилей, который мы сегодня празднуем он относит нас к далеким временам когда не так уж все просто было на земле русской и вот тогда было принято решение о том, чтобы именно здесь был заложен монастырь перенесение святынь из Сваленского града града защитника, града щита Отечества оно состоялось потому что эту эстафету духовной обороны а может быть даже и не только духовной потому что в то время монастырские стены были крепостными стенами и подъяло на себя это святая обитель для меня, как для человека, 25 лет которого были связаны со Смоленской землей посещение этой святой обители это особое то, что называется событие сопровождающееся особыми чувствами да, действительно, героический Смоленск щит Родины принимал на себя страшные удары со стороны западных агрессоров тех, кто стремился войти в Россию расчленить Россию а самое главное оторвать ее от православия и невероятно мужественными были те, кто защищал стены Смоленска сознававшие, конечно, в полной мере что они защищают не только свою крепость они Родину свою защищают но и потом, когда во многом сия святая обитель восприняла и смысл и значение Смоленска, Града, Щита мы с этой обители связывали всегда и связываем особые молитвы о Родине нашей о народе нашем о Церкви нашей о хранении Отечества нашего в безопасности от ограждения от всяких нашествий наплеменников от междоусобной брани и всего прочего, что в долгие время когда-то терзала землю русскую мешало ее развитию ну а в конце концов когда все это было преодолено то страна стала великой страной той, которую мы ее знаем и сегодня вот эта связь Смоленска с этой святой обители для меня, как для человека который 25 лет жизни посвятил Смоленску это очень и очень всегда сопровождается трогательными воспоминаниями совсем недавно я был в городе Смоленске молился перед чудотворным образом вспоминал и годы очень непростые годы своего служения там радовался о том как сохраняется вера православная как развиваются все стороны церковной жизни но вот сегодня имею возможность вот на фоне тех чувств которые пережил Смоленске вот прийти и в эту святую обитель и с такими же чувствами совершить в ней богослужение и молиться перед святынями и вспоминать героическую историю этой обители ну и конечно еще раз возносить Господу молитвы благодарственные за спасение страны нашей всякие в самые тяжкие времена за сохранение церкви нашей в единстве и конечно за сохранение нашего монашеского братства и сестричества вот и сегодня конечно новодевичий монастырь находящийся в центре России в столице, в мегаполисе должен нести с особым тщатием то служение, которое возлагается на монашествующих монастырь это место спасения место уединения и несмотря на то, что это в центре большого города он таковым должен оставаться недаром вокруг монастырей в том числе и городских возводились стены не только чтобы ограждать от нашествия наплеменников но чтобы эти стены сохранили внутренний, особый духовный мир монашествующих живя за этими стенами каждый монашествующий взирая на эти стены должен помнить что сегодня это некие символы ограждающие монашествующих о том, чтобы происходило обмершление монашеской жизни прекращение духовных подвинников сокращение молитвы и вообще такое вот изменение умонастроения которое не в полной мере соответствует всему тому что было присуще на протяжении столетий нашим инокам-инокеням подвижникам и подвижницам духа поэтому моя первая просьба к всей святой обители и к вам, Матушка Игумене к сестрам чтобы вы помнили об этом непременном вашем долге совершать молитву а второй долг с любовью принимать паломников не с надмением никогда не смотрите на паломников сверху вниз всегда постарайтесь войти в их трудности в их скорби молитвой поддержите обители должны быть местом исцеления они должны быть действительно духовными лечебницами как может быть это невозможно полностью реализовать в приходских храмах но здесь сочетание монашеских традиций с любовью сестер и должно возгревать в людях это чувство прикосновения действительно как бы к родному духовному дому к лечебнице духовной роль монастырей в мегаполисах невероятно велика именно потому что в мегаполисах как нигде в других местах на земном шаре больше всего развивается соблазнов пороков и чаще всего люди отдаляются от церкви от веры потому что слишком много иных целеполаганий которые не имеют отношение к самому главному к определению человеком смысла его жизни вот эти иные целеполагания как ложные маяки на пути могут завести человека и в пропасть в пучину а если связь сравнивать с морскими путешествиями то посадить просто на мель такую мель над которую человек ударится может быть пострадав на всю оставшуюся жизнь вот это миссия монстырей наших городских в особом молитвенном подвиге в особом хранении монашеской дисциплины в особой любви вниманию к паломникам и должен быть подлинным украшением обители поэтому призываю еще раз всех вас дорогие мои матушки и сестры к вашему мирному доброму и спасительному пребыванию в обители прошу помнить всегда и об обязательствах которые на вас возложены самим Господом через ваши обеты через сам факт присутствия вас в обители еще раз скажу кому больше дано с того больше и спросятся я благодарю вообще все московские обители за их труд за хранение монашеского духа монастырского духа за большую помощь которая оказывается в первую очередь молитвенная мне как патриарху возглавляющему град Москву и церковь русскую и надеюсь что и дальше так и будет проходить жизнь в наших обителях еще раз поздравляю вас матушка игуменей всех сестер с ознаменательным событием и всем вам мои дорогие желаю милости здравия душевного и телесного еще раз подчеркну хранение веры православной несмотря ни на какие искушения и соблазны аминь с праздником поздравляю вас а вот память о пребывании хотел бы подарить это изображение господа вседержителя на троне всей святой обители это такая торжественная очень икона как говорил мне перед тот кто передавал патриарша икона вот эту торжественную патриаршую икону хочу передать себе обители чтобы молясь перед ней вы в том числе и молились крепко 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 за своего патриарха а не формально словами и к тени и к тени вот по вашему выражению лица матушка верю в то что так оно и будет памятуйте о том что патриарх нуждается в ваших молитвах с праздником всех вас еще раз поздравляю прошу огласить патриарши указы указом святейшего патриарха московского и все руси кирилла во внимание к помощи и трудам по реставрации новодевичьего ставропегиального женского монастыря наград русской православной церкви и знаков патриаршего благословения удостоены высокопреосвященный митрополит ювеналий удостаивается ордена русской православной церкви преподобного Андрея иконописца первой степени апреля апреля иконописца аминь спецназ да иконописца аминь я я не 암ь аминь я аминь аминь я а Еще раз за все то значительное, важное, что владыка митрополит совершил для сей обители, провозглашаю ему Аксиос. Аксиос! 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 Игумене Маргарита Феоктистова, настоятельница Новодевичьего монастыря, удостаивается ордена Русской Православной Церкви, святой равноапостольной княгине Ольге, второй степени. Аксиос! 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 Обрывален Сергей Геннадьевич, первый заместитель министра культуры Российской Федерации, удостаивается ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского третьей степени. Аксиос! 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 Кириенко Анатолий Александрович, заместитель генерального директора предприятия Объединенные двигатели и строительные корпорации, удостаивается ордена Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского второй степени. Аксиос! Тянушкин Игорь Руфович, заместитель начальника контрольного управления президента Российской Федерации, удостаивается медаль Русской Православной Церкви патриаршая благодарность. Аксиос! 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 Аксиос Евгений Викторович, начальник департамента контроля в социальной сфере контрольного управления президента Российской Федерации, удостаивается медаль Русской Православной Церкви патриаршая благодарность. Аксиос! Гавердовский Владимир Вячеславович, префект Центрального административного округа города Москвы, удостаивается медаль Ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского. Аксиос! 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 сохранением той силы Духа, благодаря которому наш народ побеждал и побеждает, и нынешней жизнью, духовной жизнью, свидетельством которой является этот переполненный храм, и те молящиеся люди, которые с верой и любовью к Господу посещают эти исторические стены и в них обретают мир душевный, верю в это, и слышат от Господа в меру своей молитвы должный ответ на эти молитвы. Еще раз всех вас сердечно поздравляю с праздником, и благословение Божие пребывает над Отечеством нашим, над народом нашим, над страной нашей и над градом Москвой и сей святой обители. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok